здравствуйте дорогие огородники при высадке рассады мы в лунке добавляли суперфосфат то есть мы уже добавляли немного фосфорного удобрения и какая первая подкормка нужно после высадки рассады дело в том что сначала разумеется я даю рассаде прижиться то есть я не трогаю ее в течение семи десяти дней иногда даже двух недель но это зависит от погоды от того как развивается сама рассада если она быстро приживается то конечно и первую подкормка может быть немного пораньше прежде чем делать подкормку или первый полив разумеется надо удалить нижние листья которые вот видите у меня удалены которые лежали на земле и удаляю я конечно вот пасынки которые идут из этих листьев они были они у меня тоже сейчас удалены и вот теперь можно провести первую подкормку растение может развиваться по-разному это зависит от того как вы подготовили теплицу с осенью что вносили весной насколько заправлен у вас грунт и какими удобрениями если у вас переизбыток в грунте например азота того же да и растение жирует то конечно ни в коем случае уже нельзя подкармливать тем же травяным настоем еще добавлять будем говорить немного азота чтобы еще более шло жирование мы смотрим уже на рассаду у нас идеально это чтобы у нас стебель не превышал в толщину где-то вот палец да вот если он уже толще пальца то это не очень здорово у нас идет значит начинает жирование если он до пальца в толщину то значит рассада развивается нормально все хорошо обычно первая подкормка не считая конечно супер фосфат который шел под корень 1 подкормка идет для того чтобы мы наращивали листовой аппарат то есть вегетативную массу нарастить чтобы куст был довольно таки сильный но опять же еще раз повторю здесь есть определенная опасность не дать томату зажиреть и если мы видим что все у нас нормально вот как вот сейчас вот у меня я вижу на этой рассаде все прекрасно то я вполне вот сейчас травяным настоем могу подкормить свою рассаду и это будет нормально она у меня не зажиреет тем более что у меня фосфорная подкормочка уже была дана то есть баланс будет определенный а в травянном настое есть конечно и калий и фосфор ну там как бы есть все но все равно немножко в сторону азота там предпочтение больше немного азота травянном настое поэтому будет расти вегетативная масса которой и должна здесь нарасти чуть побольше а потом мы уже конечно азота давать фактически не будем вообще ну условно что называется вообще то есть он будет в пропорции всегда понижаться там будет уже в пропорциях должен будет увеличиваться калий и другие подкормки по листочку мы обязательно тоже проходим с но не чаще чем раз в неделю это рассада уже видела фитоспорин по листочку и стимуляторы тоже видел то есть в баковой свеси все в одном было фитоспорин и было стимулятор который защищает и иммунитет растения а также еще стимулятор который способствует снятию стрессов сейчас например очередной стресс как на который не подумаешь вот в мае да это просто какая-то жара стоит в теплице есть я градусник смотрю зашкаливает за 40 градусов но стимулятор как я понял от этого стресса немного спасают потому что я не вижу ожогов на своих листьях то есть листва довольно таки то вся зеленая конечно к вечеру немножко поникшие паникает все равно тугар пропадает но не настолько то есть в принципе состояние рассады неплохое при том что я ее не поливает то есть полив был при высадке и ждем когда у нас корневая система сейчас разрастается все но уже время пришло уже прошло больше недели и сейчас вот будет уже наверное завтра будет полив и будет жить подкормку вместе с полем сначала полив после полив потом пройдет тут же подкормочка небольшая чтобы у нас растение еще росло более активно жару пока переносит даже вот не притенял я теплицу хотя в жару в принципе в такую желательно конечно притенять но я пока притенять не стал потому что у меня массового цветения нет сейчас и цвет не страдает а лист я вижу что тоже не страдает а впереди передают вроде все равно такую же небольшую прохладу что как бы лишнюю работу не стал делать работой так достаточно в огороде не притенял пока все идет нормально но если бы томата уже цвели то конечно притенение обязательно потому что выше 35 при цветении массовым держать никак нельзя то есть надо каким-то образом опускать эту температуру сейчас временно она такая высокая пока все нормально завтра будем делать первую подкормку на этом сегодня все до свидания до скорых встреч